здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня обещали дождик вот едем со славочкой небо затянуто надеемся что 35 жара между прочим но это в тени 35 а на солнце наверно солнца нет сейчас 35 35 сейчас 35 это просто обалдеть можно поздоровайся здравствуйте в общем едем и со славочкой куда мы едем едем автомагазин через весь город на окраине какой-то магазин которым есть эта деталь в другом магазине нет какая какой-то лямбда зон шмандазон в общем я пока мы едем хочу немножечко пообщаться с вами и рассказать вам как сказать неприятную или не очень приятную в общем ситуация помните я вам говорила что 23 августа у нас открывается зоопарк и мы обязательно пойдем и я вам все покажу но не тут то было оказывается зоопарк то открывается но не так просто туда попасть пока будут туда все все экскурсии будут только по записи будет там две экскурсии одна жирафом вторая по моему тигры волки там что-то такое просто так попасть невозможно то есть нужно записываться нужно регистрироваться но я так понимаю что мы попали всю жизнь ждали когда же он откроется 6 лет его строили этот зоопарк вот я надеюсь что мы конечно попадем в него не так быстро как хотелось бы я думаю что это не очень страшно потому что у нас много будет на эти практики интересного поэтому поедем гулять с вами не в зоопарк а в другие красивые места забрали славану запчасть дождь так и не пошел у нас обманули конечно что будет дождь мы все его ждем ждем но дождя у нас нету вот проедемся немножечко это уже пригород это уже пригород это уже Харьковский район это уже считается как бы область да ну пробки здесь страшные как раз идет трасса выезд пробки 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 такое впечатление что всем надо сразу вот уже вроде бы как пробки немножечко ну пол шестого час пик как раз вот все разъезжаются по домам ну да вот немножко с вами проедемся по окрестностям ну я могу сказать что вот буквально на этой неделе увеличилось количество машин в городе виднолюди с оптускопа приезжали ну так каждый год а после 24 вообще будет не проехать да да потому что те кто уехал с детьми под готовку в школе какой то прудик проехали да таки узкие дорожечки даже тротуаров нет вот так тут люди ходят здесь было двухстороннее движение и после того как вот обвалился мост транспорт пустили сюда и сделали одностороннее движение а то было в две стороны вообще непонятно как тут можно разъезжались потихоньку ну а люди как вот если пешеходы как им ходить да так и ходят кошмар дымком запахло наверно кто то где то что то жарит нет очень узкая дорога как тут можно было двухстороннее делать я не понимаю очень жаль конечно что мы не купили лекарства ну ладно надо будет еще посмотреть может каких то аптеках уже появилось так это мы через переезд едем ой прыгаем 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 он по 6 гривен у чего уже 5 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 И вот вышел из дому и купил по шесть. А по ТБ почем? Не знаю, посмотрим сегодня. Ну, я был в этом киоске, где брал помидоры. Уже были по пять. Огурцы, правда, поднялись в цене. Огурцы я брал по 24. Вот так. А я замолосолила сегодня огурчики. Ну, я же то выбирал. У него там кривые по 15 и ровные по 24. А я брал и там, и там. Он говорит, ну, давай среднюю посчитаем по 20. В общем, посчитал по 20. Понятно. Он так уважительно. Понял, что мы все время у него покупаем. Ну, да. Он уже так уважительно. Персики, кстати, вкусные, нет? Персики не кушала, а груши сегодня кушала. Персики вечером попробую. Ну, груши и я попробую. Ой, как тут прохладненько. Ну, кусочек дороги только такой, где прохладненько. Дождь так и не пошел. Ну, как говорится, обещать не значит жениться. Вот так и у нас. Обещали нам еще утром дождь. Потом днем. В час дня обещали дождь. Потом 5 часов, 6 часов. Вот уже 7 часов вечера. А дождя так и нет. Ну, ладно. Может, завтра будет. А мы сейчас уже едем домой. Мне нужно поливать огород. Потому что солнце сегодня сильно полило. И цветы должны быть с водичкой. Должны напиться водички. Все, дорогие мои. Пока-пока.